Анализ жалоб на портал Добродел показывает снижение обращения жителей в Антеевке по сравнению с прошлой неделей на треть. Проблем, связанных с домами, дворами и дорогами, стало меньше, а с медициной, строительством, управляющими компаниями МФЦ – больше. Освещение продолжает быть болевой точкой. На улице Хлебозаводской это связано с тем, что оно не передано в муниципалитет застройщикам, докладывает заместитель главы администрации Дмитрий Ченихин. На Смуряковой и Толмачево аварии в частном секторе из-за ветхости сетей. Пушкинская электросеть работает по заявкам. В этом году установлено шесть опор уличного освещения новых, восстановленные там, где у нас были они аварийными, установлены новые опоры, там, где их не было. Ну, к примеру, на Толмачево 1-2, где были обращения жителей, что недостаточно освещения во дворе. Сейчас ведется работа по документации программы «Светлый город». Надежда Халилова, начальник комитета по образованию, докладывает об успехах ивантеевских детей на Международной конференции науко-образования-профессии. Из 51 участника из нашего города 26 стали победителями. Елена Ковалева, глава Ивантеевки, отмечает, что на заседании правительства области Ивантеевка в зеленой зоне по привлечению молодых кадров в образование и отсутствию школ в красной зоне рейтинга. Во многом это заслуга директоров. Теперь нам надо ставить перед собой задачи более важные, более такие сложные, скажем так. Это зеленая зона рейтинга. Прошу вас сделать этот рывок, чтобы у нас к концу года наши школы были в зеленом рейтинге. И Марина Галисовна видит нас по трубам, министр образования, и говорит нам о том, что наши школы могут быть и в топ-200, и даже в топ-100. Елена Владимировна поручает продолжить ремонт дошкольных учреждений и сделать все, чтобы войти в программу строительства детских садов с ясельными группами. Следующий. Следующий.